Путин прилетел в Минск на саммит ОДКБ. Представителей Армении на этой встрече не было. Политик Сергей Миронов удочерил 10-месячную девочку, вывезенную из Херсонской области, рассказали важные истории. Для выезда из Беларуси на постоянное место жительства в другие страны придется получать разрешение. Здесь и сейчас. 20 часов в Москве. Вы смотрите телеканал «Дождь». Это прямой эфир. Меня зовут Екатерина Катрикадзе. Подведем информационные итоги сегодняшнего дня. Владимир Путин сегодня в Минске. Государственные СМИ освещают этот визит крайне подробно. Обращают внимание, например, на то, что в аэропорту белорусской столицы президента встретила метель. Но по существу новостей мало. Основная публичная цель визита – участие в заседании ОДКБ, это Организация договора о коллективной безопасности. Сообщается, что в ходе общения участники согласились, конечно же, во всем. В частности, выступили за прекращение Палестино-Израильского конфликта и мирное урегулирование. Одобрили кандидатуру генерал-полковника Андрея Сердюкова на должность начальника Объединенного штаба организации. Обсудили Армению. Дело в том, что представителей Армении на заседании не было. Охлаждение между Ереваном и Москвой началось на фоне обострения в Нагорном Карабахе. Официально, впрочем, было объявлено, что Армения из состава ОДКБ не выходит, а контакты, цитата, проходят в рабочем режиме. Кремль сожалеет, что никого от Армении не было на саммите в Минске. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Россия, сказал он, надеется, что Ереван не меняет вектор своей внешней политики, остается союзником Москвы. Более откровенным, как это часто бывает, оказался Александр Лукашенко. Мы не будем это скрывать. Обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной о безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы, они всегда были, будут. Если их мы намерены решать, то их надо решать за столом. Переговоры, переговоров, а не делать демарши без причины. Лукашенко также заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит и в публичных высказываниях. Их поступки носят провокационный характер. Он призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее. Цитата, у нас пока этого по максимуму не хватает, пожаловался Александр Лукашенко. Совсем иначе выглядело вчерашнее участие Владимира Путина в заседании Большой Двадцатки, где впервые за долгое время он подвергся прямой критике и был вынужден эту критику слушать со стороны западных лидеров. Войну в Украине Путин назвал трагедией, которая должна быть остановлена, а также заверил иностранных коллег в том, что Москва готова к переговорам, мол, это Киев отказывается. Но о намерениях вернуть Украине захваченные территории российский президент не упоминал. Интересно, что во время путинского выступления на встрече не присутствовали ни Джозеф Байден, президент США, ни Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики. Прямо сейчас с нами на связи Кирилл Рогов, политолог, основатель проекта «Ре-Раша». Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть, спасибо вам. Прежде всего, хочу спросить об этом саммите ОДКБ в Минске. Зачем Путину подобное ритуальное участие в этом мероприятии, как вы думаете? Нет, ну, ОДКБ это такой, как бы, путинский проект. Это организация, к которой он приложил, к образованию которой он приложил много усилий. И, конечно, это ему важно, как некоторая демонстрация, как демонстрация его включенности в международные проблемы, в некоторые союзнические отношения, на фоне того, что вообще в Центральной Азии происходит очень много таких новых событий. И Центральная Азия, безусловно, перестраивается, и она меняет свои политические приоритеты. Такое подтверждение значимости старых структур, оно является очень важным для Путина. Ну, и для него вообще получилась такая неделя международного какого-то... Он редко ему выпадает в видации разговаривать с таким количеством международных лидеров. И это, безусловно, как бы, ну, должно создать картинку преодоления изоляции. И такой общей нормализации, которой приучают российских людей. Да, но все-таки он очень по-разному выглядит, как я уже упоминала, на этой встрече в Минске. И, естественно, виртуальное участие, онлайн-участие в заседании Большой Двадцатки, это два разных формата и два разных настроения у этих встреч. Вот традиционно Россия играла и играет лидирующую роль в организации договора коллективной безопасности. В этот раз в окружении вот этих людей он все еще начальник? Или, к примеру, говоря о саммите ОДКБ, или, к примеру, Такаев больше не относится к Путину как главному, по вашим ощущениям? Ну, видите, это такие тонкие вопросы балансов. И это все время... Такаев, с одной стороны, демонстрирует определенную лояльность к путинским начинаниям. Вот может приехать в Минск на встречу ОДКБ и как-то там себя проявить. Но потом, когда он выходит, он отправляется на другие встречи. И вы знаете, что, в основном, Такаев организовал за последние полтора года встречу руководства пяти центрально-азиатских республик, стран с всеми мировыми лидерами, и китайскими, и американскими, и европейскими. Эти все встречи проходили без России. И они демонстрировали вот такой совершенно новый формат, что Центральная Азия осознает себя как, несмотря на противоречия существующие тоже между странами, она осознает себя как некоторую вот такую локальную зону, регион, у которого есть общие интересы. И эти интересы, они располагаются не обязательно в Москве. Они стоят именно в том, чтобы уравновесить разных игроков и взаимодействие с ними. На фоне вот этой активности сегодняшняя, то есть не сегодняшняя встреча этого ОДКБ, ОДКБ, она, ну, как бы, она выглядит менее значимой. Менее значимой, но почему бы такая вовне не принять участие? Надо, как бы, ему незачем вступать в конфронтацию с Путиным. Ему нужно искать, как бы, другие уравновешивающие Путина связи и взаимодействия. Значит, по поводу вчерашнего выступления Путина, он оправдывался много, но это не ново. Говорил о том, что готов к переговорам, и это тоже не ново. Но все же интересно, что сейчас как будто бы меняется ситуация, и Украина как будто бы оказывается в несколько иной позиции, чем она была, например, год назад. Настал ли тот момент, когда переговоры возможны? И на каких условиях, как вы думаете? Ну, я бы сначала, если можно, сказал бы два слова про это выступление и этот онлайн-митинг. Понятное дело, что, значит, одним из самых важных обстоятельств этого митинга было то, что Си Цзиньпинь и Байден отсутствовали, и это, ну, в значительной степени обесценило значимость этого мероприятия для Путина. Для Путина это был разговор, прежде всего, с той частью двадцатки, которая не является семеркой, то есть с теми странами, развивающимися странами или средними державами, как теперь принято говорить, которые тоже иногда называются глобальным югом, и он адресовался к ним. Ну, и здесь было предсказуемое, как бы, предсказуемое вот это сопоставление войны в Украине и войны в секторе газа, которое чрезвычайно выгодно Путину. Но, опять-таки, я думаю, что это значимое высказывание для стран глобального юга. Там к каким сравнениям относятся нормально, но ничего, это ничего не меняет в восприятии войны, почти ничего не меняет в восприятии войны на глобальном севере. Вот, что касается... Что у нас, второй вопрос. По поводу переговоров с Украиной, о которых Владимир Путин говорит? Да, во-первых, его ответ был совершенно ритуальным, он отвечает так всегда, и всегда у него есть этот козырь, что в Украине есть специальный закон о том, что нельзя вести переговоры с Россией об отдаче территорий, а вот Россия, дескать, готова всегда. Здесь тоже нет никаких изменений. Переговоры вряд ли возможны. Какие бы то ни было между Украиной и Россией, и те, кто говорят об этом на Западе, это обычно не очень продуманные высказывания, потому что у этих переговоров нет предмета. Владимир Путин чувствует себя в силе, он считает, что время работает на него, он ждет президентских выборов в США, он считает, что до президентских выборов, так или иначе администрация Байдена будет, с одной стороны, подвергаться атакам за продолжающуюся поддержку Украины, а с другой стороны, вынуждены ограничивать эту поддержку. Это все очень выгодно Путину, и никакого смысла ему вести переговоры с Украиной нету, потому что нет козырей на украинской стороне. Их, в общем, нету и у Европы, у Запада, потому что в таких переговорах Запад не может выступить посредником и не может не дать никаких гарантий Украине. Если бы Запад мог гарантировать Украине, что какая-то линия разделения будет предметом соглашения, пускай даже временного, но если Путин перейдет в эту линию, то Запад вступит в войну, но НАТО вступит в войну, так как Запад не готов давать такие обещания, все их прочие обещания, в общем, не очень имеют в данный момент вес. Для всего мира такие переговоры – это свидетельство не победы Путина над Украиной, а это свидетельство неспособности Запада остановить агрессию Путина. Что ж, на этом мы здесь делаем паузу. Если позволите, вернемся, конечно, к обсуждению возможного развития событий вокруг войны, которую Россия продолжает в Украине. Это Кирилл Рогов, политолог, основатель проекта «Ре-Раша» в прямом эфире «Дождя». Спасибо вам, Кирилл. И я добавлю, что как раз на этом заседании, в заседании ОДКБ, Владимир Путин довольно туманно сделал заявление, но, тем не менее, я вам его процитирую. Президент России по ТАСС, агентству ТАСС, на Совете коллективной безопасности ОДКБ, рассказал об операции «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан государств, членов объединения для участия в деятельности международных террористических группировок. На самом деле, если это попытаться перевести на русский язык, имеется в виду, что операция «Наемник», которая якобы проводится, она включает в том числе ответные меры в виде запрета на выезд за границу для граждан стран, входящих в ОДКБ. Вот такие пока не совсем ясные перспективы, но ограничения, естественно, вводятся всякие и ежедневно, поэтому вот теперь, возможно, в связи с некой угрозой наемничества каким-то гражданам стран, входящих в ОДКБ, может быть запрещен выезд. И в продолжение темы. Для выезда из Беларуси на ПМЖ, постоянное место жительства, нужно будет получать специальное разрешение в миграционных органах. После подачи заявления проверяются наличие задолженностей и запретов на выезд, а также осуществляется запрос в военкомат для военнообязанных. Весь процесс обработки запроса занимает около 35 дней. 35 дней. Эта новость многим напомнила советские времена, конечно же, когда без выездной визы невозможно было покинуть страну. Правда, в те годы краткосрочные путешествия тоже были фактически под запретом. Сейчас речь вроде бы идет только о тех случаях, когда граждане Беларуси уезжают из страны надолго. Вместе с тем трудно ответить на вопрос, как проверяющие органы будут отделять туристов от иммигрантов. Чем эти новости грозят белорусам и о чем стоит задуматься россиянам? К нам подключается прямо сейчас Павел Латушка, заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Катерина. Рада приветствовать вас в эфире телеканала «Дождь». Как вы оцениваете вот эти нововведения, и можно ли говорить и сравнивать их с выездными визами советского типа? Ну, давайте, может быть, начнем с того, что Лукашенко по принципу, по своей природе – это советский человек. Что, о чем мечтали люди в советское время, что будет построен коммунизм, советская система давала возможность определенную получать бесплатное жилье, ну, наверное, дешевое мороженое. Что сегодня Лукашенко, как абсолютно просоветский человек, пытается реализовать в Беларуси? Он пытается поставить все под контроль системы КГБ, МВД, спецслужб, и фактически восстановить советский ГУЛАГ, потому что тысячи политических заключенных и десятки, сотни тысяч репрессированных граждан Беларуси сейчас на территории нашей страны. То, что вводится этот штамп, то, что вводится дополнительная разрешительная система, с одной стороны, ничего нового нет. Да, мы помним в советское время, еще я застал тот период, когда в паспорте даже граждан Беларуси ставился такой штамп, выезд во все страны разрешен, и сейчас необходимо будет проходить эту процедуру. Но вместе с тем, это направление к тому, чтобы выстраивать и дальше тоталитарную систему, которая полностью контролирует всех граждан страны. Кстати, буквально на днях было озвучено и другое решение Лукашенко, что теперь чиновники не смогут выезжать за пределы страны без письменного согласия своих руководителей. Там определены категории, кто дает согласие, например, кому дает согласие сам Лукашенко, это высшие должностные лица, кому дает согласие премьер-министр его, Головченко, кому дает согласие председатель суда, Конституционного, Верховного суда, системы судебной в Беларуси. То есть и здесь введен дополнительный контроль. Связано это с так называемыми государственными секретами, но опять же, это связано в том числе и с тем, что белорусы массово выезжают с 2020 года с территории страны. По различным оценкам, это от 200 до 500 тысяч граждан Беларуси, которые покинули территорию страны. И Лукашенко пытается их заставить остаться в стране. Да. Я бы хотела уточнить. Мне на самом деле совершенно непонятна процедура выяснения обстоятельств отъезда, потому что вряд ли гражданин Беларуси придет в проверяющие органы и скажет, здравствуйте, я переезжаю на ПМЖ. Скорее всего, ведь он как будто бы поедет в отпуск и останется, например, в Европе или где-то еще, куда он решит переехать. Не грозит ли это некой путаницей, как минимум, а как максимум ограничением для всех граждан страны? Ну, смотрите, сейчас есть ограничения. Если гражданин Беларуси выехал на постоянное жительство за пределы Беларуси, то он не имеет права, например, владеть земельными участками на территории страны. Захочет ли гражданин получать этот статус для того, чтобы в последующем лишиться, например, права собственности или возможности приобретения собственности на территории Беларуси. Контроль за этим, ну, я тоже достаточно сложно себе сейчас представляю, когда, например, Лукашенко сделал такой шаг, подписав указ, что граждане Беларуси не имеют возможности продлить паспорт в посольствах или в консульствах, или получить новый паспорт. То есть для того, чтобы получить документ, нужно вернуться на территорию Беларуси. Поэтому даже сейчас необходимости у граждан Беларуси приходить в посольство и консульство, где они могли бы быть как бы первоисточником информации о том, являются ли они постоянными жителями за границей или не являются таковыми. Уже даже меньше мотивации у граждан Беларуси идти. Заявлять это перед выездом, ну, наверное, тем более особого смысла нет. Я думаю, что здесь, конечно, будет придумана какая-то система административных штрафов. Если ты в такой ситуации окажешься, если ты будешь пребывать больше, чем положено за границей, значит, ты уже постоянно проживаешь. А если ты об этом не заявил, значит, ты будешь оштрафован. Павел, смотрите, если, исходя из той реальности, которую мы наблюдаем, на самом деле, я еще раз для наших зрителей повторю, что происходящее в Беларуси часто это на полшага, да, такое опережение российских событий, российских репрессий, репрессий имени Владимира Путина. Поэтому нам всем, в том числе и жителям России, имеет смысл обращать пристальное внимание на происходящее. Так вот, если уже такие ограничения принимаются, далеко ли мы сейчас находимся от момента, когда Лукашенко просто введет выездные визы, вот такие, для всех, на любой период времени нахождения за границей, для того, чтобы поехать в отпуск, или для того, чтобы поехать на лечение, или для того, чтобы переехать, может ли такое случиться и когда, по вашим оценкам? Ну, первое, действительно, мы с вами наблюдаем подходы направлены на нарушение основного базового правила Конституции о праве на свободный выезд за пределы Республики Беларусь. И это мы уже наблюдаем сегодня. Пока Лукашенко действует не прямым запретом через введение так называемой выездной визы, а этапами. Ну, например, те выпускники вузов, например, медицинских вузов, в последнее время была дискуссия, должны будут отработать на территории Беларуси как минимум пять лет по распределению тех, кто учился на государственной форме обучения, а тех, кто учился на платной форме обучения, даже до семи лет. Ординатура — это то же самое. Лукашенко вводит этот разрешительный принцип получения права на выезд за границу через заявление и необходимости подтвердить, не есть ли у тебя каких-либо долговых обязательств перед налоговыми органами. Он вводит запрет на обмен паспорта, запрет на продолжение паспорта за границей. То есть пока он борется с той главной проблемой, с которой он столкнулся, нехваткой рабочей силы. Фактически очень многие отрасли экономики находятся в плачевном состоянии в связи с тем, что не хватает трудовых ресурсов, а главное — квалифицированных трудовых ресурсов, потому что уезжают самые лучшие, самые подготовленные. При всем уважении к тем, кто остался, я ни в коем случае не хочу здесь сравниваться, но если мы говорим вот кто выезжает, то прежде всего те, кто могут продать себя за пределами Беларуси, то бишь их труд, их профессиональные качества будут востребованы за границей, и там им будут платить гораздо больше. То есть это идет пока этапами, но недалеко то время, когда может быть просто введен общий запрет. Кстати, он также противодействует работе иностранных консульств и посольств в Беларуси, ведь огромное количество консулов было выдворено. Если мы посмотрим, сколько польских консулов выдворено, литовских, латвийских, практически прекратили действия посольства Латвии и Литвы, там, не знаю, Латвии только консульство в Витебске еще работает. Это для того, чтобы люди не могли получать визы, чтобы выезжать за пределами. То есть разработан по нашим средним специальным планом. Да, и те самые документы, да, на ПМЖ. Да, ограничить возможность получения виз для граждан Беларуси для того, чтобы они могли выехать в зону Шенген. Да, тут спрашивают, касается ли это тех, кто пытается уехать на ВНЖ, то есть временное место жительства, временное проживание. Пока об этом ничего не заявляется, но, как нам сказал Павел Латушка, заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, любые дальнейшие репрессии возможны. И, в частности, полный запрет на выезд из Беларуси без так называемых выездных виз. Я вас благодарю за участие в эфире. Да, это был Павел Латушка. Мы говорили о новых репрессиях от Александра Лукашенко. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с женой удочерили 10-месячную девочку из Украины. Ребенка незаконно вывезли из детской больницы Херсонской области. Об этом рассказали журналисты важных историй. И уже в России через суд ей сменили имя и место рождения. Подробности этой истории расскажет моя коллега Негина Бероева. Негина, тебе слово. Привет, Катя. Действительно, это первое документально подтвержденное усыновление депортированного ребенка, украинского ребенка. Счастливым родителем, как ты уже сказала, стал российский политик Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду». Его жена Инна Варламова. Причем Инна Варламова сама ездила за ребенком в оккупированный Херсон. Это было в конце августа прошлого года. Варламову сопровождала заместительница Миронова Яна Лантратова. Это депутат Госдумы, если вы не знали. В телеграмме Лантратовой есть публикация. Вот она в доме малютки в Херсоне. А вот еще один пост Лантратовой из этой же поездки. В самом центре этой фотографии Инна Варламова, жена Сергея Миронова. Варламова и Миронова и Лантратова посещали детские дома и больницы. Вот в самом Херсоне в тот момент полностью оккупированном. Вот так, например, в Херсонской больнице в это время находились дети-сироты и отказники. Вот как об этом рассказывала заведующая педиатрическим отделением больницы Наталья Лютикова. Приехала начальница из Москвы, так нам ее представили. И она занимается справами детей. Ее сопровоживала директорка на той час в будинку дитини. И она попросила показать тех детей, которые пребывали у нас на лековании. Мы показали палату, все. Она тоже была зацекала на этих детях. И все питала, так они хорошие, они хорошие дети, все. И директорка ответила, так, так, они хорошие. Ну, в каком плане? Вони не инвалиды. И с того дня, каждый день, она мне звонила и сказала, что эти дети выбраны для того, чтобы их везти в Москву. В итоге московские гости Инна Варламова и Яна Лантратова с помощью оккупационных властей забрали двух детей. Десятимесячную Маргариту Прокопенко и двухлетнего Илью Ващенко. Остальных детей дома малютки в Херсоне вывезли в Крым. Это было перед самым освобождением Херсона украинской армии. О судьбе воспитанников детского дома ничего не известно. Но вернемся к детям, которых забрали московские чиновницы. Миронов и Варламова официально удочерили вывезенную девочку. Теперь они записаны как ее родители. Ей дали совершенно новое имя. Ее звали Маргарита Прокопенко. Теперь она Марина Миронова, Марина Сергеевна Миронова. И ей изменили место рождения. У нее был местом рождения записан город Херсон. Теперь записан город Подольск Московской области. В России по закону усыновления защищено тайной. Все документы засекречены. А судебные заседания проходят в закрытом режиме. И найти доказательства очень сложно. А теперь объясню, почему сам факт усыновления настолько важен для нас. Напомню, Международный уголовный суд выписал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львова-Беловой. Их обвиняют в военном преступлении, незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. А то, что детей с оккупированных территорий вывозят массово, российская сторона на самом деле нисколько не скрывала, а даже демонстрировала. Было показано сотни, может быть, тысячи сюжетов о том, как Россия якобы спасает детей, как россияне забирают их в свои семьи. Пример показала и сама Львова-Белова. Мы вообще должны уйти от дискуссий в таком ключе. Есть факт депортации. Российская Федерация не имела права, как агрессор, вывозить детей из оккупированных территорий, препятствовать ихнему воссоединению семьи, семей, милитаризировать их, оказывать вот это агрессивное идеологическое влияние. Поэтому вернуться домой, в семью, в страну должны все дети, которых Российская Федерация выкрала. И тут усыновили ли они его, или оформили ли это как опеку, или выдали паспорт с другими данными, с гражданством Российской Федерации и отправили в тур по так называемым оздоровительным образовательным лагерям по стране. Это, как говорится, все эти дети жертвы одного преступления. Но после новости о бордере госпожа Львова-Белова, как и вся российская пропаганда, стала категорически отрицать факты усыновления. Дождь обратился в аппарат Марии Львовой-Беловой с просьбой прокомментировать. Ответа пока нет. Как появится, обязательно вам расскажем. Ждут ответы и родственники усыновленной Мироновым девочки. Насколько нам известно, ее мать лишена родительских прав, ее отец умер, но другие родственники у нее есть. И мы знаем, что официальные представители этой девочки направили запрос в аппарат Марии Львовой-Беловой с вопросом о возвращении этого ребенка. Сам Миронов вообще отрицает факт усыновления. Не вижу смысла реагировать на очередную фейковую истерию, развязанную украинскими спецслужбами и их западными кураторами. За время моей политической деятельности я уже привык к таким явлениям, как информационные атаки, раздувание лжевой информации обо мне, моих детях, семье, близких родственников. За всем этим стоит одна цель. Грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Всех, начиная с президента России и тех, кто рядом. Могу сказать одно. Зря стараетесь. Вранье может иметь временный успех. Но в конечном итоге правда все равно победит. И Россия доведет СВО до полной победы. А цели, поставленные президентом, будут выполнены. Нельзя не заметить предмет в руках Сергея Миронова. И он, мне кажется, он у меня уже ассоциируется исключительно с ней. Это подарок Пригожина. Еще в те времена, когда Пригожин был в почете и был герой. И когда он был жив. И когда он был жив, и он прислал Миронову эту кувалду. И Миронов, как один из самых яростных защитников так называемой спецоперации в Украине, демонстрировал ее и продолжает гордиться на самом деле ее наличием. У него я тут пока Нигина Бероева, моя коллега, собственно, которая занимается историей депортации украинских детей из Украины в Россию. Пока Нигина рассказывала, я проверила на всякий случай Сергею Миронову 70 лет. Молодой отец вот именно в таком возрасте решил удочерить 10-месячного украинского ребенка. И да, это на самом деле, наверное, ни о чем не говорит, кроме того, что он очень рассчитывает на свое здоровье. Ему удастся долго еще жить и воспитывать чужого ребенка, незаконно вывезенного из Украины. Я благодарю Нигину. Спасибо. Спасибо, Катя. Я хотела бы обратиться еще к нашим зрителям. Если вы знаете какую-то информацию о депортированных украинских детях, пишите нам на адрес детесобакативерейн.тв. В описании к выпуску мы добавим обязательно этот адрес. Будем ждать всех ваших сообщений. Любая информация очень ценна. Спасибо. Нигина Бероева говорила о будучи удочеренной украинской девочке, удочеренной Сергея Миронова. Ситуация с доходами федерального бюджета России в следующем году может выглядеть как удар попы об лед. Это я цитирую миллиардера Олега Дерипаску. В своем телеграм-канале олигарх предупредил, что при значительном снижении цен на все основные экспортные товары бюджет может недополучить от 10 до 12 триллионов рублей. Причиной тому будет не только общее снижение мировых цен на сырье, но и задавленный экономический рост в стране, а также, цитата, «самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии». Дерипаска назвал складывающую ситуацию капканом, выйти из которого можно только путем серьезных экономических изменений, на которые, по-видимому, цитата, «нет пока воли». После того, как Дерипаску процитировали большое число средств массовой информации, пост о самодурстве госкапитализма и отсутствии воли принимающих решения исчез из телеграм-канала «Миллиардера». Обсудим вот это смелое высказывание, но недостаточно смелое, очевидно, с Евгением Чичваркиным, владельцем гедонизма «Уайнс», «здравствуйте». Здравствуйте. Спасибо вам большое, Евгений, что нашли время и возможность. Но для начала, как вы понимаете позицию Олега Дерипаски и на что он, собственно, жалуется? Ну, вы знаете, он много и достаточно смело высказывается. И в самом начале по поводу войны сказал, что она не нужна, насколько я помню. Ну, как-то не резко. Он иногда критикует, иногда достается Штатам. То, что он сказал, позиция выглядит вполне либертарианской, близкой. Госкапитализм не имеет отношения к капитализму. Это просто государственные кривые руки, которые все портят. С этим сложно поспорить. Будет ли удар попой об лед или нет, мы очень скоро увидим. Будет ли снижение на энергоносителе, не будет. Но я бы Дерипаске доверял, так как он в этом бизнесе давно внимательно за этим следит. У него хороший аналитический ум. Единственное, я бы, наверное, не назвал его олигархом. Я не думаю, что у него какое-то сильное политическое влияние есть. Вот. Безусловно, он и капиталист, и состоятельный человек, и построивший так серьезную империю. Да. Но вот все-таки для большинства... Но ему-то он и говорит достаточно откровенно, к нему нужно прислушиваться, мне кажется. Для большинства людей, нехорошо знакомых, скажем, не близко знакомых с экономикой, его критический отзыв не совсем понятен, скажем так. Что является основной проблемой по Дерипаске, и по вашему мнению, раз вы говорите, что согласны с его оценкой? Я говорю, что к нему нужно прислушиваться. Я не знаю ситуацию доподлинно в российской экономике, так как внешне выглядит все очень пристойно, и курс загоняют назад, видимо, к выборам, и так далее. Что на самом деле, как оно произойдет, увидим после инаугурации. Когда не нужно будет делать вид или притворяться. Дерипаска говорит, что бюджет российский может недополучить 10 триллионов рублей. Если так, это значимая сумма, и какие будут последствия, скажем? 9 триллионов рублей — это 90 миллиардов. Ну, заберут у каких-нибудь социальных служб, образование, медицину подрежутся. 110 миллиардов на войну, наверное, оставят долларов. Ну, то есть никакой драмы. Я бы хотела... Ну, будет дефицитный бюджет, но не впервые же. Про Дерипаску... Запечатают денег, в конце концов. Про Дерипаску лично, его относительную смелость. Как вы думаете, он страдает от санкций? У Русала дела идут не очень. И вообще, что... Почему не очень? Нет, я спрашиваю. Я не знаю, почему он решил высказаться. Нет, ну, он вообще любит высказываться иногда. Пишет то, что ему приходит в голову. Ну, есть потребность у человека писать. Очень много бизнесменов той волны всегда молчат. И он просто отличается от них тем, что он иногда высказывается. А это абсолютно нормально высказывается. По экономике и по политике. Нет, ну, Евгений, мы же понимаем, какой... Интервью было Мельниченко, из которого он сказал настолько обтекаемого, что непонятно ничего. А здесь он выражает живые человеческие эмоции. Да, он выражает живые человеческие эмоции, после этого он удаляет пост, во-первых. А во-вторых, когда вы говорите о том, что высказываться, это естественно. Я прекрасно понимаю, я более чем согласна с вашим мнением. Высказываться, это естественно. Но в нынешних условиях, когда в России высказываются единицы, из больших бизнесменов, я имею в виду, из очень состоятельных людей, скорее, можно сказать, не высказывается никто, то вот как мы... Можно, он просто... Кто будет управлять его империей? Вот эти же госкапиталисты, они не справятся так, как он. Хочу напомнить, что первый свой вагон алюминия он продал на бирже у Борового больше 30 лет назад, в 92-м или 93-м. Он в бизнесе давно очень опытный, знает развитие страны. Во всей своей прекрасной диалектике, поэтому... Понимает, что он может, говорит, что не может. Ну, то есть кто-то может еще говорить, а кто-то не может. А может быть, могут и другие, но какая-то самоцензура? Могут, естественно, самостопы срабатывают. Он же не говорит, что Путин военный преступник, и его нужно казнить на Красной площади. Он сказал, что будет проблема в экономике, если государство кривыми ручками будет нерыночным образом перераспределять и так сокращающиеся доходы. Это в любом учебнике экономики либерального толка. Об этом же написано, собственно. Что ж, посмотрим, будет ли он высказываться еще. Это Евгений Чичваркин, владелец... Будет, конечно. Будет, говорит Евгений Чичваркин, потому что, видите, по мнению предпринимателя, нашего гостя некому заниматься империей Олега Дерипаски. И, собственно, он ею управляет, управляет довольно успешно. Ну что ж, а мы идем дальше. Здесь и сейчас. Всем привет, это Эдуард Бурмистров, ведущий Дождя. И я призываю вас поддержать нашу работу. Благодаря вашей поддержке мы можем снимать новые репортажи и запускать новые передачи. И, конечно, каждый день рассказывать о новостях, донося эту информацию до людей в России и за ее пределами. После того, как Дождь признали так называемой нежелательной организацией, пожертвования из России мы больше не можем принимать. А потому, если вы находитесь за пределами России, оформите регулярный донат Дождю за себя и тех, кто не может этого сделать. Все подробности вы видите сейчас на экране и в описании tvrain.tv. Спасибо. Здесь и сейчас. Катер заявил, что перемирие и освобождение заложников наконец согласованы. Завтра в 16.00 по местному времени террористы Хамас освободят первую группу захваченных израильтян. Речь идет о детях и женщинах. Доху уточняет, что договоренность о временном прекращении огня и освобождении заложников начнет действовать с 7 утра в пятницу завтра. А ранее BBC со ссылкой на свои источники в правительстве Израиля сообщал, что Хамас выдвигает дополнительные требования к сделке. Однако, какие именно требования, не уточнялось. Я напомню, предполагалось, что договоренность о временном прекращении огня и обмене 50 заложников на 150 палестинских заключенных начнет действовать сегодня утром. Однако, в ночь на четверг было объявлено, что этот срок сдвигается на сутки. Обсудим подробнее с нами в прямом эфире Евгений Сова, вице-спикер израильского КНС, депутат от партии «Наш Дом Израиль». Женя, приветствую. Приветствую, Кать. Добрый вечер. Да, я еще раз напомню нашим зрителям, что, Женя, в прошлом журналисты, мы очень долго работали вместе, поэтому, Наты, расскажи, пожалуйста, что происходит сейчас на данном этапе? Договоренности достигнуты финальной или все-таки есть сомнения, что завтра в 4 часа дня первую группу людей вернут в Израиль? Ну, ты знаешь, сомнения до последней минуты, учитывая тот факт, что после решения правительства, за которое голосовало 35 министров, трое лишь были против, оно было отодвинуто на целые сутки. Поэтому здесь многие очень так осторожно относятся к этому. Здесь никакой нет радости по поводу соглашения или сделки. Здесь есть радость только одна, что завтра в 4 часа дня первые люди вернутся домой. Мы говорим, конечно же, про детей, про женщин, про пожилых людей, которые вернутся в рамках этого соглашения. И это одна из целей войны. Я хочу сказать, я как человек, который нахожусь в комиссии по внешним делам и обороне, на протяжении каждого заседания, которое было связано с нашими военными, среди целей войны указывалось возвращение наших граждан, то есть похищенных граждан. Но даже в Израиле здесь не называем их заложников. Мы говорим похищенные граждане Израиля. И, конечно же, в этой ситуации здесь многие так очень осторожно смотрят на это соглашение, как с оперативной точки зрения, потому что нужно будет армии тоже находиться фактически 4, даже 5 дней, так или иначе прикрывая себя, то есть не ведя активных действий. Другие в Израиле говорят, что лишь благодаря тому, что мы провели довольно успешную военную кампанию в течение 48 дней, и поэтому Хамас пошел на такую сделку, потому что Хамасу нужен этот перерыв. Другие говорят, что нужно было это сделать раньше. Мнение разделяется, но спорить с родителями, с семьями, тех, кто ждут своих близких, причем это же, Катя, это же не солдат, которого взяли в плен, который был на посту. Основная масса людей гражданских. Мы знаем, что есть несколько солдат тоже среди тех, кто был захвачен в этих кибуцах. Это гражданские люди, это люди, которые мирно спали в своих домах, в своих кроватях, в 7 утра к ним зашли в дом, убили их детей, убили их родителей, убили их родственников. Одна из проблем, которая сейчас стоит на повестке дня, я не знаю список, то есть я не видел этот список, потому что этот список имеет только высокопоставленный глава Моссада, премьер-министр и, собственно, эти семьи, вот этих 13 человек первых. Но одна из проблем, которые сейчас готовятся, принимая этих людей завтра, это как объяснить тем людям, что случилось с их близким. Потому что многие не знают о судьбе их близких, которые либо уже похоронены, либо находятся все еще неизвестно. То есть не исключена ситуация, при которой завтра освободят одну часть людей, а другие члены семьи могут оставаться в газе. И поэтому все вот этот комплекс вопросов, конечно же, интересует израильское общество. Последний раз такое было в 2011 году, когда на свободу вышел Гейлад Шалит. Я, кстати, это хорошо помню еще как журналист, но тогда это была неравная сделка. Тогда многие говорили, что взамен на него солдата освобождают террористов с кровью. Больше тысячи террористов, да. Да, там еще за год до этого предшествовала еще кассетная так называемая сделка, когда за то, чтобы узнать, жив ли вообще Шалит, были бы распущены 20 палестинских заключенных женщин. А сейчас другая ситуация. Никогда с начала страны не было такого количества похищенных, даже когда были войны между Израилем и арабскими странами, то, например, Красный Крест имел доступ к пленным и раненым. Сейчас этого нет. То есть вроде бы в сделке указано... Я так понимаю, что изначально была задача захватить как можно больше гражданских, чтобы ими потом торговаться с Израилем и с демократическим внешним сообществом. Женя, а ты не мог бы, пожалуйста, уточнить все-таки, почему первая группа — это 13 человек? Ведь изначально речь числа о 50, да? И как вообще финально выглядит эта сделка? Какие условия? Ну, а 50 человек на протяжении пяти дней. Поэтому мы и говорим о том, что каждый день, то есть мы начинаем с утра, Израиль прекращает какие-либо активные действия в 7 утра, соответственно, в 4 часа дня освобождаются наши люди. Но это еще не все. То есть взамен освобождения наших людей мы не только предоставляем тишину в секторе Газа, но мы еще и выпускаем на свободу и палестинских заключенных, то есть тех, кто отбывает наказание в наших тюрьмах. Причем соотношение 1 к 3, то есть на 13 первых человек завтра мы освободим 39 палестинских. Там тоже женщины, там есть подростки, которые совершали попытки убийства. Там нет убийц, начнем с этого. То есть в этом списке не присутствуют убийцы, то есть люди, которые сидели, как это было 12 лет назад, которые их Ясенвар, то есть один из лидеров Хамаса, лидер Хамаса был освобожден как раз в октябре 2011 года, да? Поэтому здесь многие вспоминают и проводят эту аналогию. Там, смотри, не только я, мы этот список смотрели, там 300 имен, которые были представлены на суд общественности. У нас такая процедура, у нас даже сутки в Израиле были для исков богатств, были иски некоторых организаций. Верховный суд отклонил эти иски. Да, высший суд справедливости, да, он отклонил эти иски. Это прерогатива правительства. Подавляющее большинство министров, как я уже отметил, проголосовало. Ну, я так посмотрел эти списки, еще раз говорю, радости большой нет. То есть, например, там будет освобождена девушка, 16-летняя палестинка, которая была осуждена на 12 лет за попытку убийства нашего полицейского, который чудом выжил там в старом городе Иерусалима, причем она буквально недавно совсем получила срок. Вот ее там в этом списке она есть. Там есть люди, например, которые там бросали бутылки с облегательной смесью, там люди, которые пытались взять нож, прийти к ближайшему КПП и убить евреев, солдат, не имея значения гражданских. Многие из этих людей не жители Газы. То есть те, кто будут освобождены, они будут на западном берегу. То есть люди из Самареи. Часть из них даже в Восточном Русалеме, которые обладают израильским гражданством. Ну, то есть это люди, которые, вот мы об этом говорили, да, вот сегодня утром в эфире мои коллеги говорили, что фактически получается, что некоторые из тех, кто будет освобожден израильскими властями, будут жить фактически через дорогу от домов тех израильтян, которые пострадали так или иначе от террористов Хамас. И это, конечно, гигантский вызов, потому что, и он на самом деле давно существует в Израиле, да, как быть в таких обстоятельствах и как делать выбор. Ведь сейчас нужно вернуть своих людей домой, но одновременно с этим вы выпускаете на волю тех, кто потом, наверное, будет готов совершать еще и еще эти теракты. И я представляю себе, как тяжело Израилю сейчас дается этот момент. Я, ну, естественно, надо вернуть людей. Но как сделать так, чтобы больше не было этих террористических атак? Нет ответа. Ну, когда ты говоришь через дорогу, ты, конечно же, образно выражаешься. Ну, естественно, образно, да. Потому что все-таки часть этих людей будут под наблюдением службы безопасности. Когда мы говорим формальная процедура, перед тем, как они будут освобождены, они подпишут, все подпишут бумагу о том, что они обязуются не совершать, не заниматься террором. И я тебе хочу сказать, если они вернутся к террору, то спецслужбы их снова арестуют. В этом никаких ограничений не будет. Так это было после сделки Шалита. Одно из требований Хамаса на протяжении последних лет было к Израилю, что Хамас требовал освободить тех, кто был освобожден по сделке Шалита, вернулся к террору и был задержан и отсиживал новые сроки в тюрьмах. Поэтому спецслужбы знают, как справиться с этим. Ну, опять же, я не хочу тут, знаешь, шапкозакидательским таким настроением показывать, да, и говорить за все спецслужбы. Но, в принципе, когда глава Шабака или глава МОСАД или глава там других военной разведки, они утверждают перед министрами о том, что у нас есть способы согласиться с этой сделкой, и мы не против. И наоборот, министрам, как я понимаю, я не член кабинета, но им предоставляется некая секретная разведывательная информация. Некоторые министры даже передумывают, то есть они пришли на заседание, думая воздержаться или голосовать против, а после всего голосуют за. То есть это можно только говорить о том, что действительно есть какая-то информация, которая есть у министров, что позволило им так голосовать. Еще раз говорю, наша задача сегодня вернуть наших граждан, а потом мы вернемся к продолжению тех целей войны, которые мы поставили. Да, возникает вопрос, что делать с остальными, потому что захвачено было больше 200 израильтян, и 50, допустим, будут освобождены, а дальше как быть с остальными, потому что очевидно, что каждый день нахождение в плену террористов Хамас снижает шансы выживания, как минимум. Я не могу тебе на ответ вопрос ответить. Я только общался с родственниками похищенных, и они, к сожалению, не имеют связи со своими родственниками. Я только могу тебе передать те чувства, которые я слышу от людей. Когда ко мне в кабинет приходит девушка по имени Гефен, раскладывает на столе пять фотографий, ее мама, супруг ее мамы, ее дядя, который приехал в Кибуц, вообще из центра Израиля, он не связан был никак с поселками Ругазы, потом ее тетя и ее двоюродная сестра, которая 17 лет. И она показывает фотографии, и она не знает, кто первый сможет вернуться, не вернуться. Это только один пример. То есть мы за последние вот эти 45 дней депутаты очень много ездим по стране. У нас же эвакуированы эти люди. Они находятся в Элате на юге, они находятся на севере в разных местах. И у каждого есть история. И вот продюсеры твоей программы спрашивали меня, какие меры мы предпринимаем, например, чтобы помочь этим людям. Ну вот мы недавно приняли закон, буквально две недели назад, приняли закон, который приравнивает семьи похищенных и тех, кто находится сейчас без вести, приравнивает их к семьям пострадавшего террора. То есть мы же не знаем, жив он или жив, жив человек. Вот он завтра выйдет, он же жив, ему будут платить, как человек, который был в плену. Но мы сейчас сделали так, мы сравнили этих людей с теми, кто получает ежемесячные выплаты, как будто их родственники погибли от террора. Это тысячи долларов каждый месяц на каждого человека. То есть там суммы могут доходить до 10 тысяч долларов на семью, даже 12 тысяч долларов. То есть мы стараемся максимально помочь семьям встать на ноги. Это не только семья, которая ждет родственников, родственников, это еще и семья, которая осталась без дома, без одежды, без вещей. Они находятся далеко от дома, они не знают, когда они вернутся в свой дом. И вот вся эта оболочка, которую государство пытается сейчас предоставить, это тоже часть вот этого психологического восстановления. Ну а завтра самое главное, я очень надеюсь, что мы увидим эти кадры в 4 часа дня, согласно МИДу Катара. Ну это впервые Катар делает заявление, поэтому можно все-таки относительно верить с заявлениями, ждать 4 часов, когда мы увидим первых наших граждан в Израиле. Что ж, спасибо. Спасибо, Женя. Это Евгений Сава, вице-спикер Кнессета, израильского парламента, также депутат от партии «Наш дом» Израиль. Мы говорили о возвращении заложников. Первая группа, 13 человек. По всей видимости, завтра в 4 часа дня по местному времени вернется домой. Здесь и сейчас. Ну а пока Израиль и Хамас при помощи посредников ведут переговоры об обмене заложниками, о прекращении огня в израильских депмиссиях в США и в странах ЕС, продолжаются своеобразные закрытые показы, подготовленного Цахалом, армией обороны Израиля, документального фильма о трагедии 7 октября. Это страшное и непостановочное видео. В нем кадры с камер наблюдения на улицах, в домах убитых или захваченных израильтян. Перемежаются со съемками, которые вели террористы Хамаса прямо на месте совершавшейся ими же резни. Там же перехвачены и публикуемые впервые телефонные переговоры боевиков друг с другом. Съемки с телефонов участников того самого музыкального фестиваля, пытавшихся спастись от убийц. Миру, с точки зрения официального Израиля, эти 40 минут должны напомнить о том, как и кем была начата эта война и почему атака боевиков Хамаса не могла остаться без ответа. Мой коллега Константин Гальденсвайк вернулся из посольства Израиля в Берлине и подключается к нашему эфиру. Костя, привет. Тебе слово. Привет, Катя. Ну, во-первых, давай сразу оговоримся. Те кадры, которые сейчас будут сопровождать наш разговор, не являются теми кадрами, о которых мы будем вести речь, не являются кадрами из этого фильма. Но я добавлю от себя, что и на слух тут приятного очень мало. Поэтому, возможно, если вот наши зрители сейчас смотрят нас вместе со своими детьми, самое время, быть может, их отвести в сторону. У журналистов только бы этот фильм не просочился за пределы этих кинозалов. При посольствах забирают даже мобильные телефоны, как это было сегодня со мной. Ну, во-первых, против массовой публикации этих кадров выступают родственники, отчасти тех, кого прямо в прямом эфире, в кадре убивают или, простите за подробности, зажигают, расчленяют, обезглавливают и после этого глумятся над телами террориста Хамаса. Ну и, во-вторых, трудно представить себе, чтобы желающих среди массовой аудитории смотреть на это нашлось достаточно для массового проката. Нас, группу из нескольких журналистов, сегодня перед показом в посольстве Израиля предупреждали о том, что если кому-то станет плохо, можно выйти, что это не для слабонервных, что ранее при показе схожего видео в Кнесете в израильском парламенте, депутатам одним понадобилась помощь и успокоительная, другие выходили раньше из зала, чем это заканчивалось. Что мы видим в кадре? Мы видим очень-очень много крови. Многие из хамасовских террористов снимали то, что они делают на камере GoPro. Возникает такой очень страшный эффект не то прямого эфира, не то безумного компьютерного шутера, в котором отменены все правила. Все это сопровождается картинкой, как ты говоришь, с многочисленных камер наблюдения, которые установлены в домах, на улицах. Ну, я могу в качестве примера вспомнить самые красноречивые эпизоды. Вот мы видим, как в приграничном кибуце террористы вторгаются в дом к семье, которая не успела бежать, и на глазах у сыновей, у двух детей расстреливают их отца, детей ранят. Из оснащенного камерой одного помещения мы видим сцену убийства на глазах у детей, потом прямая склейка, эти же дети в том же доме, на кухне тоже оснащенные камерой сидят, и пока один из этих мальчиков осознает, что он только что лишился глаза, второй понимает, что у него больше нет отца, и он вопит, это истошные вопли, почему не умер я. Мы видим в кадре военных Израиля, которых буквально на наших глазах под радостные вопли, под улюлюканье хамасовцев при помощи лопаты обезглавливают, и так далее, и так далее. Это жуткие кадры. Они могут быть жуткими не только потому, что в кадре насилия. Где-то мы видим на крупном плане просто трясущиеся коленки мужчины, который является одним из участников того самого музыкального фестиваля, а сейчас на наших глазах сидит в туалетной кабинке, пытаясь спрятаться от расправы. Опять прямая склейка. Вечер того же дня, и мы видим море крови в тех самых туалетных кабинках, сваленные в кучу тела и так далее. Трупов вообще очень много. Я напомню, что только в первый день, 7 октября, речь шла о 138 жертвах. Видеокамера ничего не стесняется. Съемки крупным планом. Но даже при этом крупном плане распознать людей зачастую вообще невозможно. На съемках с опознанием тел в одних случаях это пепел, в других случаях фрагментарные останки. И порой только по деталям. Я не знаю, узору с бабочками на платье. Микки Мауси на чьей-то майке. Мы понимаем, что в этом случае речь идет о детях. А в этом веселый наряд, мини-юбка, блестки. Кто-то из участниц того самого музыкального фестиваля. И видя все это на экране, можно исчерпывающе представить себе в том числе, и что испытывали родственники, которые пытались в последующие дни найти тела своих близких. Точно так же в кадре расстреливают израильтян за рулем, добивают раненых, убитых, но еще живых. Снимают прямо на камеры селфи с полумертвыми заложниками, которых террористы Хамаса везут в сектор газа. У нормального человека, естественно, возникает вопрос, зачем такое снимать на камеру, но тут помимо животной ненависти к евреям, которая демонстрируется в каждой секунде этих видеокадров, тут есть еще и такая гордость, кураж, эйфория, которой хамасовцы делятся прямо в кадре. Я выписал себе вот несколько самых впечатляющих цитат, которые мы слышим своими ушами и видим. Один из них кричит, их было четверо, погодите, вы еще не убили четвертого, и они пускаются в погоню за очередной жертвой. Постоянные фразы вроде «это тела собак, а Аллах наш велик». Вообще постоянное обращение к Аллаху, к Всевышнему, то ли как подношение жертв ему, то ли как одобрение, то ли как гордость за то, что неверных убивают. Это постоянные фразы. Но на меня лично самое сильное впечатление произвели даже не вот эти потоки насилия, а кадры, где его нет. Это два эпизода. В одном из них один из боевиков, судя по голосу, молодой человек, едва ли не подросток, один из боевиков Хамаса звонит своим родителям, папе и маме. Очевидно, они находятся в секторе газа. И он хвастается, он кричит им в телефонную трубку. «Вы воспитали героя, только что я своими руками убил 10 евреев». В другой сцене все те же боевики возвращаются с телами заложников в сектор газа, и мы видим сцены массового ликования, эйфории людей, одетых в гражданское, не террористов, казалось бы, не боевиков, но это сотни в основном мужчин молодого возраста, которые встречают террористов действительно как героев. И вот тут возникает вопрос совсем другой глубины. Понятно, что показывая эти 40 минут такой животной ненависти, несравнимой порой, кажется, даже с преступлениями нацистов, ну, Израиль преследует, да, очевидную цель – объясниться с внешним миром, устранить сомнения у тех, у кого они есть, если угодно легитимировать эту страшную и кровавую саму по себе операцию, ответную в секторе газа, жертвами которой, напомним, стали уже тысячи палестинцев. И тут в зрителе, в журналисте, который присутствует на этом кинопоказе, конечно, борются, с одной стороны, человек, с другой стороны, наблюдатель, потому что по-человечески это ярость, это дикое насилие, не вызывает ничего, кроме чувства горя, скорби и ответной такой же волны ярости. По-журналистски же ты, конечно, осознаешь, что ты увидишь главную часть этого конфликта, ее важнейшую предысторию, но не весь конфликт. И тут возникает много вопросов этического свойства. Ты осознаешь, что это война, что на войне, возможно, не только военные преступления, но помимо физической войны и война информационная. И ты понимаешь, что в этом видео есть жуткие кадры, но нет, конечно, и не может быть ответов на множество вопросов, в частности, на то, как остановить эту бесконечную спираль ненависти, насилия, как возникло, что выросло целое поколение террористов и сочувствующих им, большинство из которых и составляет, как мы видим, в значительной степени сектор газа, ну и так далее. В общем, параллельно не то чтобы прямая, но мне вспомнила статья Ильи Эренбурга, написанная им в 42-м «Убей немца», статья, о которой он сам же потом жалел. Очень много эмоций. В том страшном видео, которое смонтировала армия обороны Израиля, конечно, нет призывов убивать палестинцев, но когда эмоции спадают, возникают вот такие рациональные даже не выводы, я бы сказал, а вопросы. И вместе с тем, вместе с тем, субъективно, всем нам, а это были русскоязычные журналисты, мне как минимум показалось, что было бы очень важно, чтобы эти кадры, например, увидели бы и в России, в России сомневающиеся отчасти в том, что вообще подобное произошло. В России, которая, как мы помним, поддерживает совсем иные отношения с Хамасом, чем Германия, с которой я говорю, и в России, которая о 7 октября говорит, что да, все не так однозначно. Ну вот, да, действительно, на Ближнем Востоке все не так однозначно, но есть, как говорят эти кадры, очевидно, есть очевидная звериная и первобытная жестокость, звериная сущность Хамаса. Вот мои ощущения, простите, если это может быть эмоциональным. Это должно было быть эмоционально, иначе это было просто невозможно. Спасибо тебе большое, это Константин Гальденфайк, мой коллега, журналист «Дождя», который сходил на, наверное, один из самых страшных, если не самый страшный, пресс-показ в журналистской карьере. Идем дальше. Здесь и сейчас. Что ж, тяжело идти дальше, но мы продолжаем эфир, вы смотрите информационную программу здесь и сейчас на «Дожде». Поставьте лайк этой трансляции, если смотрите нас в Ютьюбе. И, конечно, делитесь нашими материалами и поддерживайте работу «Дождя», если находитесь вне России. Еще одна победа ультраправого политика. В Нидерландах на парламентских выборах по предварительным данным лидирует партия «Свободы». Ее глава Герт Вилдерс известен резкими, если не сказать оскорбительными, высказываниями в адрес мигрантов, предложением о запрете Корана и инициативой о выходе Нидерландов из Евросоюза, аналогичный Брекзит. Все подробности о Герте Вилдерсе и ультраправой партии «Свобода» в материале Михаила Шевелёв. Самой большой угрозой нашему выживанию сегодня и угрозой нашей свободе является Европейский Союз. Массовая эмиграция – это ужасная исламская идеология, подчинение и насилие. Выгнать мигрантов, закрыть мечети, запретить носить паранжу, известный подобными лозунгами Герт Вилдерс и его партия «Свободы» лидируют на досрочных выборах в парламент Нидерландов. По предварительным данным им достанутся 37 из 150 мест. В преддверии этих выборов, пишут местные СМИ, Вилдерс впервые сменил резкую антиисламскую риторику на более умеренную. От главного тезиса «ужесточение миграционного законодательства» не отказался, однако сконцентрировался на экономических проблемах страны. «Мы получили 35 мест. Мы самая большая партия Нидерландов. Люди высказались, люди сказали, нам это надоело. Мы позаботимся о том, чтобы нидерландцы снова оказались в центре внимания. И мы позаботимся о том, чтобы Нидерланды снова были для нидерландцев». Альянс левых и зеленых идет вторым. 26 мандатов. 24 места достанутся правящей народной партии за свободу и демократию. Для формирования правительства таким образом необходима коалиция как минимум из трех партий. «Я думаю, он имеет очень хорошие шансы сформировать коалицию. Другие консервативные правые партии заявляли перед выборами, что они хотели бы попытаться создать коалицию с Вилдерсом. Сейчас его партия набрала больше всех голосов, и если все будет по плану, он станет премьер-министром». 4 мая этого года с визитом в Нидерланды прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В этот день в стране ежегодно вспоминают нидерландцев жертв военных конфликтов. Сославшись на то, что приезд в этот день неуважения к местным традициям, Вилдерс бойкотировал выступление Зеленского в парламенте. «Лидер местных ультраправых уже давно испытывает симпатии к России. В феврале 2018-го это поняли в Москве и пригласили нидерландского оппозиционера в гости». Отлично! Поступило официальное приглашение от российского парламента, Думы. Это будет очень интересный визит. Помимо разногласий с Россией есть много общих интересов. Пришло время «Реалполитик» вместо русофобии. У меня есть личный опыт с этим. Когда я летел в Россию работать корреспондентом, я летел с моей женой. Она смотрела налево и увидела Герта Вилдерса, который летел в Москву дружить с депутатами. И это было тогда еще неизвестно. Поэтому это была моя первая новость как корреспондент. Тогда этот шаг, эта поездка, насколько я могу это оценить, мне очень понравилось голландским избирателям. Та встреча, по всей видимости, прошла в крайне дружественной атмосфере. Вилдерс нашел общий язык с депутатами Сулутским и Карповым, заместителем министра иностранных дел Глушко. Даже выступил перед студентами МГИМО. Ну, знаете, у меня сложилось впечатление, что он с большим уважением относится и к политикам, и, скажем, к России. И нам это было приятно. Мы как раз обсуждали вот эти темы, как развивать сотрудничество. И главное, конечно, нам сохранить мир. Главное сохранить мир и как снять напряженность, которая существует. Сохранить мир ни Карпову, ни Вилдерсу не удалось. Из России с любовью подписал нидерландец фотографию из Госдумы. А оттуда направился в студию телеканала Russia Today. Владимир Путин лидер, чтобы вы о нем не думали. Я критикую многие его решения. Но я аплодирую ему, как аплодирую и господину Трампу, за то, что они являются лидерами, которые настаивают на интересах российского и американского народов. Нам не хватает такого лидерства в Европе. Европа, будучи ничтожеством, объединяет страны. Уже почти 30 в наши дни. И все еще стремится к расширению. При этом наблюдается полное отсутствие смысла и идентичности. Поэтому я считаю, что господин Трамп и господин Путин лучшие лидеры, чем наши собственные европейские. Вилдерс не раз говорил, оказавшись у власти, он проведет референдум о выходе Нидерландов из Евросоюза. Выполнимо ли это и другие его громкие обещания, остается под вопросом. Вилдерс говорил, что он против поставок вооружений Украине. Он считает, что эти вооружения стоит оставить в Нидерландах, поскольку они могут понадобиться здесь. С другой стороны, нельзя сказать, что он на стороне России. Он говорил, что Путин агрессор и осуждал российское вторжение в Украину. Только факт его победы, это уже сигнал, ну, для, например, для прогрессивных людей, для мусульман. Ну, они пугаются, потому что если такой человек может набрать столько голосов, может выиграть выборы с таким преимуществом, это уже шок. Крайне правые политики Европы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Марин Липен во Франции уже поздравили Вилдерса с победой. По мнению венгерского лидера, пришел долгожданный ветер перемен. Да, это потрясающе. Это просто невероятно. Еще раз мы пока не понимаем, будет ли Герт Вилдерс, собственно, премьер-министром Нидерландов. Однако у него, как мы поняли из материала Михаила Шевелева, есть все шансы. На фоне победы Хавьера Милея в Аргентине, на фоне шансов возвращения, больших шансов убедительных, возвращения Дональда Трампа в Соединенных Штатах, на фоне победы ФИЦО в Словакии, на фоне продолжения руководства Венгрии и господином Орбаном, все это кажется на очень важный и очень характерный тренд, о котором мы еще много будем говорить в эфире телеканала «Дождь». А на этом я сегодня заканчиваю. Спасибо, что провели вместе с нами эти час небольшим. Меня зовут Екатерина Катрикадзе. Пожалуйста, не переключайте канал. Завтра ровно в 9 утра, конечно же, утром дайте. Редактор субтитров А.Семкин